всем привет вы снова на канале оазис миссис смит и зовут меня людмила друзья сегодня 23 мая дело к вечеру и у нас по-прежнему стоит жара за 30 градусов но все вы наверное знаете да ну по крайней мере те кто подписан на мой канал знаете что мой оазис покрыт поликарбонатом и здесь днем днем очень жарко даже при распахнутых на стишок нах при распахнутой двери в сад все равно очень жарко очень чуть не упала чуть не упала об лестницу что хочу сделать давайте наверное покажу буквально чуть-чуть у меня стоят бегонии да у меня стоят детки бегоний у меня стоят взрослые бегонии им конечно очень тяжело не только бегониям но и кое-кому еще достаточно тяжело но вот например котлеи котлеи их ждет переезд в сад на лето но не сейчас наверное где-нибудь через недельку потому что у нас ожидается снижение ночных температур до 6 8 градусов и им будет еще прохладно продержится она где-то ну дня три-четыре может быть такая температура ночная их нужно будет выносить но если я допустим котлеи могу вынести вывесить и потом при похолодании занести их снова то касаемо других растений да например от адениумов для них такая ночная температура это конечно смерти подобно они все по перри простынут у меня снова все сбросят корневую поэтому выносить все растения конечно не стану что делать с бегониями им на улицу нельзя ну как не то чтобы нельзя да есть некоторые сорта которые я вынесла в теплицу они пока стоят там но им там тоже жарко им там тоже в теплице жарко теплица тоже поликарбонатное притенение пришло в негодность надо делать новое но пока стоят пока стоят поливать не успеваю да и потом так сейчас покажу так вот видно да вот начинают подсыхать краешки листочков но вот это вот один из старых листьев еще ничего но когда бегонии начинают от жары падать и не потому что пить нечего а потому что просто вот ну варится до варится живьем моя красавица моя красавица тоже уже без макушки видите стоит макушка на укоренение так вот в жару бегониям становится тяжело а у меня их немало сами знаете вот я решила вот этот стеллаж вот этот вот стеллаж полностью отдать под бегонии и под другие растения которые находятся на укоренение на наращивание корневой на адаптации допустим да отдать полностью им но тогда его нужно перенести отсюда здесь слишком жарко слишком жарко днем ночью конечно хорошо ночью хорошо вот вот такая вот идея у меня пришла в голову окна в большой комнате заняты достаточно крупными кустами бегоний ну примерно вот такими примерно вот такими там всего ну сколько то ли 6 то ли 7 штук у меня стоит и второе окошко северо-восточной ориентации отдана на откуп так скажем растениям которые на адаптации растениям которые после посылок растениям которые еще придут и уже пришли азиатского происхождения ну и вновь приобретенным у которых еще не слишком хорошо самочувствие вот так давайте наверное покажу как это будет выглядеть куда мы это поставим находимся в большой комнате у нас вот это северо-восточная сторона дома здесь конечно света будет не слишком много но вот сюда вот сюда здесь сейчас стоит тумбочка я здесь взвешивала ваши посылки мы это все уберем и поставим вот сюда стеллаж я надеюсь что он сюда войдет так фокус на хлорофиту на хлорофиту всю мою вот эту вот красотищу это все конечно загородит посмотрим что нужно будет сделать по электрике до подключаться будем будем вот покажу как получилось вполне возможно что сначала стеллаж потом уже стеллаж с растениями так ну что надо освобождать стеллаж стеллаж надо освобождать колиусы высвистну конечно все на улицу хватит натерпелась я от них вот здесь еще не укорененные вот видите они стоят еще укореняются но при такой жаре не знаю укоренятся ли да бегу не конечно со стеллажа тоже надо будет снять адениума унесу в теплицу мне муж сделал полки в теплице специально для растений которым не показаны дожди да если они вдруг пойдут внезапно вот посмотрите вот видите листочки висят вот прям висят ну и попить пора и попить пора сейчас уже здесь не слишком жарко здесь уже сейчас хотя бы можно находиться поэтому нужно что-то сделать сейчас я только ее полью иначе она вся западает так меня просили пока так некрасивые предметы быта ну ну а что сделаешь без них тоже никуда меня просили показать детки бегони которые остались давайте знаете как сделаем а да и еще просили сделать обзор в принципе тех бегони которые у меня есть и маленьких и больших все будет все будет только дождемся великого переселения тыквенный сок вкусный вкусный вот дождемся великого переселения но вот это вот батарея они конечно несколько переросли здесь есть пара деток св персия которым в принципе можно до которых можно отправить по почте ну им да им будет немного тяжеловато ну и конечно малютки выключила свет малюточки и башмачок он там видите с ним стоит ну короче говоря у кореняшкам тоже здесь не место даже несмотря на то что они находятся в тени в тени все будем сейчас что-то соображать вот здесь на горке видите тоже у меня стоят бегонии их бы тоже надо перенести о много-много несмотря на то что я часть коллекции все-таки урезала все равно их остается много но я надеюсь что они у меня на стеллаж все войдут и ну наверное вам будет неинтересно смотреть как я бегаю туда-сюда с горшками поэтому покажу уже какие-то результаты возможно промежуточные тоже ну что ребят уазис в хаосе показываю то что осталось нетронутым ну потому что для того чтобы вытащить вот этот вот агрегат вот этот вот стеллаж мне пришлось его полностью освободить мне пришлось освободить стойку на котором стояли растения там конечно полный атас это все уберется вот отсюда надо конечно перевесить котлею иначе мы ее зацепим вытаскивай да вот эту вот стойку тоже все сложить вот такая бардачила у меня сейчас ну это дело такое да наживное растение приведутся в порядок постояться по местам небольшая перестановочка я туда планирую еще на место оттуда фикус свой ну по крайней мере пока есть вероятность заморозков фикус постоит там в углу ему солнышко вы все не помешает не помешает ну уж прийти на худой конец он конечно пыльный его бы помыть но вот ждет ждет своей очереди когда когда поедем на улицу на лето тогда я ему устрою конечно горячий душ головомойку ему строю вот вы посмотрите на что это похоже вот это на той же стойке стоял у меня алое вера знаете сколько от горшка сантиметров наверное 40 а то и 50 кому-нибудь надо ребят в подарок подарочек вот этот конечно большой я его послать не смогу маленький хотя не очень конечно хорошо выглядят ну вот зато они по крайней мере знаете мясистые а тот немножко похудел похудел вот а этого от пою наверное и на косметику пущу или на на укоренители для цветов не же мало укоренителей то понимаете кстати ребятушки наверное все таки шорс сниму да лучше отдельно про укоренение хойки вышло видео и все голову сломали чем же я таким в чем же я в таком ее замачивала что две капли за три дня нарастили и корни лучше сниму отдельное видео правда сейчас вот сюда это все мешать не стоит ладно продолжаем но и дали батарею друзья следующий день вчера мы конечно все не успели сделать но я просто знаете провозила с фиксом туда-сюда сегодня заканчиваем вот большое переселение бегоний вот так вот внизу станут детки но их там будет и не видно и хорошо вот сюда встанут подростки здесь будут взрослые и там скорее всего будут также взрослые если не войдут вот на эту полку почему взрослые сюда и под розовый свет да ну в принципе можно поменять можно наверх поставить розовый а сюда поставить белый это уже варианты это все варианты кстати аптечках можно было бы так наверное сделать да или вот туда вниз розовый потому что он не очень приятно да для просмотра а вот эти две полки сделать с белым светом я наверное сейчас так и сделаю покажу уже готовый результат не знаю даже как показать отодвину наверное чуть-чуть стойку вот смотрите переезд закончен что не нравится мне нравится категорически на верхних полках контейнеры там малыши малыши один контейнер еще под пленкой 2 уже без пленки но там все равно малыши и им действительно нужен свет и вот здесь тоже видите малыши но вот этих нижних контейнеров их не видно да практически не видно а вот эти видно хорошо и поэтому видно бардак бардак ладно на сегодня все остается так уже последнего окончательного результата не буду показывать и так переезд затянулся на два дня и вошло не все вошло далеко не все вот хотелось бы конечно ограничиться от ограничиться одним стеллажом вот как-то немножко не получается помимо этого стеллажа вот у меня еще знаете что есть я вот думаю вот с этого вот подоконника с адаптажками да ну тем с теми кто привыкает к моим условиям да это вот огла анемки у меня стоят вот это после пересадки азиатская огла анема пиктум триколор монстеры шизмата глотис и цветочки которые от надежды приехали но цветочки которые приехали от надежды они домашние они домашние их можно просто унести ко мне в мастерскую там точно такой же ориентации окошко до северо-восточного направления и пускай бы они там лет это прожили потому что ну да на главном противопоказан солнечный свет в таком количестве как у меня в оазисе вот и второе окно покажу в этой же комнате смотрите вот эта красота вообще лопухи нарастила капец капец ну обзор будет до обзора сделаем вот здесь у нас очень длинные листья стали вырастать вот видите это кто green goddess потрясающего размера стал куст так его бы полить вот так вот хожу от стеллажа к окошку и обратно смотрю кого полить кого кого можно еще не надо вот их обеих кстати можно полить и конфетти и green goddess пьет конечно с таким объемом листвы очень много вот вот такие вот пирожки может быть часть взрослых растений перенести вот туда вместо растений которые на адаптации на привыкании вообще ну короче говоря тусовка еще предстоит потому что мне вот эти контейнеры вообще не нравится ну не нравятся они мне по крайней мере здесь они бросаются в глаза все остальное вроде как и ничего да на этом будем с вами прощаться слава богу я это сделала ну да частично придется занять второе окно хорошо что я это сделала им здесь будет не так жарко не так сухо не так губительно летнее солнце ставьте лайки пишите комментарии понравилось вам не понравилось возможно возможно будут какие-то у вас идеи буду очень рада их почитать вас вполне возможно воплотить с вами была людмила уазис миссис смит всех люблю всем пока пока